Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. Место жительства, род занятий, состав семьи, переписная кампания начинается в Беларуси. Что это такое и для чего нужны эти данные? Реконструкция на финишной прямой. Международные эксперты оценили уровень проведенных работ на очистных сооружениях города. О том, что хранит тихий семейный уголок театр драмы, начинает новый театральный сезон премьерным спектаклем «Мещанская свадьба». Об этом и не только. Прямо сейчас. Перепись населения стартует через две недели. В Суверенной Беларуси масштабное анкетирование будет проходить уже в третий раз с 4 по 30 октября. В переписной кампании образца 2019 года не только сократится время сбора информации, но и в полной мере будет обеспечен контроль за ошибками. Кстати, кроме традиционных вопросов о самом респонденте, составе его семьи, жилищных условиях будут и новые, касающиеся миграционных процессов, трудовой занятости, планирования семьи, введения сельскохозяйственной деятельности. Сбор этих данных необходим в первую очередь для развития экономики страны и дальнейшего ее прогнозирования. Отличие переписной кампании этого года и в том, что ответить на вопросы можно будет самостоятельно через интернет. Достаточно иметь смартфон или компьютер ответить на вопросы, которых, к слову, всего 49. Посредством наиболее удобного способа в сети можно будет с начала кампании до 18 октября. Этот способ сегодня, пожалуй, самый удобный, но далеко не единственный. В Беларуси перепись населения состоится в третий раз и будет принципиально отличаться от предыдущей, которая была в 2009 году. Во-первых, нас ожидает комбинированный метод переписи. Беларусам предлагают три способа пройти анкетирование. На 49 вопросов можно будет ответить самостоятельно через интернет. Уже сегодня, кстати, запущен промо-сайт. На нем есть материалы переписи населения, проходившие 10 лет назад. Также, зайдя на сайт, можно узнать, как будет проходить нынешняя перепись и по каким признакам узнать переписчика. Чтобы пройти перепись через интернет, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. После того, как вы получите на телефон одноразовый код, вы попадаете на страницу интернет-перепись и заполняете анкету. Но важный момент. Необходимо заполнить анкету не только на себя, но и на всех проживающих в вашем помещении людей. Кроме этого способа, заполнить лист можно будет и на стационарных участках. Сделать это можно с 4 по 30 октября. Вопрос – где? И что делать, если по каким-то причинам не получилось пройти анкетирование на стационарном участке либо в интернете? Лицо с 4 по 30 октября может прийти на стационарный участок. У нас и в городе всего 18-12 в Московском районе и 4 в Ленинском районе. И тоже там подать все данные для заполняет переписного листа. С 19 по 20 октября сего года будет проходить актуализация данных. Скажем, сверка то, что продвинули люди, скажем, уточняются данные, которые заполнили переписные листы в сети интернет и на стационарных участках. И уже потом с 21 по 30 октября переписчики пойдут по тем адресам, которые не прошли переписи. Да, также ответить на вопросы анкеты можно будет и традиционно на дому с помощью переписчиков. Кстати, на этой неделе с 17 сентября в Бресте на базе Главного статистического управления области стартовали обучающие семинары для потенциальных переписчиков. В роли их выступают студенты и преподавательский состав университетов города. Среди 372 горожан, чьи силы будут задействованы в предстоящей компании, инженер-программист университета имени Пушкина Михаил Поколюк. Очень много студентов будет принимать участие с нашего университета. Не только они будут на переписном участке в Пушкино, но и будут также помогать другим переписным участкам города. Преподавательский состав также участвует, но именно в качестве переписчиков в основном задействованы именно студенты. Сейчас с ними проходит обучение во всех регионах Брестской области. Им объясняют их основные обязанности, задачи, которые перед ними стоят, их права. Среди переписчиков у нас в городах областных в основном это студенты и учащиеся, ну а в регионах есть, конечно, и работники организации. Адреса стационарных участков уже опубликованы на официальном сайте Брестского горсполкома интернет. Версия переписи доступна на сайте Белстат. Получив в ходе переписи данные по демографической ситуации республики, по, скажем, плотности, будет известно, сколько людей проживает в каком-то городе, районе, области. Соответственно, можно предположить дальнейшее экономическое и социальное развитие республики. И ставится там, скажем, задача на развитие экономики конкретного региона, строительство каких-то социальных объектов, наличие этих, скажем, миграционных процессов, наличие трудовых ресурсов. Это очень важный этап для дальнейшего развития республики. Виктория Нечаева, Павел Малошон и Кандон Луговкин. Итоги недели. Согласно распоряжению президента Республики Беларусь номер 142 о подготовке к празднованию тысячелетия Бреста, реконструкция очистных сооружений была включена в план основных мероприятий. Сегодня начавшаяся несколько лет назад модернизация практически завершена. Масштабная реанимация существующих объектов и строительство нового мощного комплекса механической очистки современных зданий решеток и песколовок на очистных сооружениях Бреста существенно улучшили городскую среду. Накануне представители международных банков и финансовых фондов, экологическое партнерство «Северного измерения», «Северный инвестиционный банк», «Шведское агентство международного развития» в области сотрудничества и «Европейский банк реконструкции и развития», «Северная экологическая финансовая корпорация» и другие посетили предприятия, чтобы оценить масштаб строительных работ. Подробности в сюжете Юлия Селюк. В рамках масштабного, уникального и одновременно сложного проекта по реконструкции очистных сооружений и канализации города с рабочим визитом оценить ход проделанных строительных работ прибыли представители международных банков и фондов, финансирующие проект. Для его реализации были подписаны контракты с генеральным подрядчиком чешской фирмы «Метростав» и поставщиком оборудования, немецким предприятием «Гроссмен». Накануне представители международных организаций воочию удостоверились, что средства нашли своё применение. «Наш банк работает с проектами, которые оказывают положительное влияние на экологическую ситуацию в северной части Балтийского моря. Я считаю, что была проделана огромная работа. Я остался под большим впечатлением, пройдя по честным сооружениям». «Швеция вообще работает уже в пяти белорусских городах, занимается водой, вододведением и очисткой воды. Это как раз то, что нам нужно сделать для того, чтобы совместно, вместе построить устойчивое общество. Мы понимаем также, что чистая вода и канализация – это все необходимые залоги для здоровой нации, здорового населения. И у нас есть определенный опыт в этой сфере, мы с удовольствием поделимся». К строительным работам специалисты приступили еще несколько лет назад. Обновление проходило по этапам, и уже сегодня, на заключительной стадии, объект приобрел свои очертания. Введен в эксплуатацию один новый аэротенк и два вторичных отстойника. Завершена реконструкция насосной станции сырого осадка номер один четырех первичных отстойников с накрытием их куполами. Построена новая приемная камера, здание решеток и песколовок, а также выпускной коллектор длиной 1100 метров. «Перед реализацией проекта была разработана программа приоритетных инвестиций, которая была оценена на 17 миллионов евро. Но в результате проведенных торгов мы получили существенную экономию финансовых средств. За счет данной экономии мы смогли приобрести 200 единиц спецтехники – это каналопроводочная машина и телеинспекция». Ежедневно на очистные сооружения поступают от 75 до 85 тысяч метров кубических воды. К слову, на реконструкцию очистных сооружений на нынешнем этапе было направлено 8,5 миллиона. Завершение пусконаладочных процессов ожидается в первых числах ноября, однако в планах уже к середине октября сделать всю оставшуюся работу. Новый мощный комплекс существенно снизит уровень неприятного запаха в городе, что улучшит состояние окружающей среды. «Это, наверное, последний объект в Бресте, который осталось достроить из тех 28, которые были в распоряжении президента по подготовке города к тысячелетию. Сомнений нет, введем в эксплуатацию с хорошим качеством и установленные сроки». От вопросов очистки к теме отопительной. В течение нескольких дней погода настойчиво призывает нас достать теплые свитера и шарфы из дальних полок и утеплиться. Столь резкое похолодание, которое можно отследить на столбце термометра, обращает внимание на то, что первый месяц осени подходит к своему логическому завершению, а потому самое время вспомнить о котельных хозяйствах, узнать, когда включат отопление и готовы ли они к началу нового отопительного сезона. С подробностями наши корреспонденты. Пока осень принимает пост и вступает в свои владения, Брестское котельное хозяйство уже завершило работы по подготовке городских объектов к отопительному периоду. Работы к холодному осенне-зимнему сезону начались заранее, весной. За это время проверялось каждое котельное хозяйство, производилась замена тепловых сетей, а также модернизировалось оборудование. Все для того, чтобы город стал еще теплее, уютнее и безопаснее. Ежегодно запорная арматура, насосное оборудование, электрооборудование, все проходит по этапной ремонте. То есть подготовка идет к следующему отопительному сезону. Человек обходит оборудование, то есть смотрит утечки газа, утечки дымовых газов, что недопустимо, утечки теплоносителя, то есть постоянный контроль в сменах за работой оборудования. Основные виды топлива котельной по улице Инженерная, 17, где побывала наша съемочная группа, – местные дрова и древесные отходы. Кроме того, и котлы, работающие на природном газу, которые включаются в работу с началом отопительного периода. Как только станет по-настоящему холодно за окном, тепло будет подаваться по трубам. Котел ДКВР водогрейный. Чтобы разжечь котла, необходимо произвести вентиляцию котла предварительно, чтобы не было взрыва в котле. Затем оператор берет запальник, зажигает запальник, горит пламя, вставляет запальник в горелку и открывает медленно рабочую задвижку. Затем контрольная, две задвижки, рабочая, контрольная. И потихонечку пламя загорелось, тогда выводит котел на нужный режим, то, что требуется для нормальной работы котла. Вот такой порядок разжига. Первые в списке подключения отопления – детские сады, школы и больницы. При условии, если среднесуточная температура составит плюс 10 градусов и ниже в течение пяти рабочих дней. В эти социально значимые городские объекты Брестское котельное хозяйство подает тепло в течение суток. А вот жилому сектору придется немного подождать. По регламенту, при температуре плюс 8, с учетом установившейся температуры на протяжении пяти дней, начинается подача тепла в дома и квартиры. Времени здесь отводится больше – от трех до пяти суток. На данный момент мы уже готовы. Мы уже готовы даже давно. Ждем только команды. На 10 сентября у нас паспорта готовности к отопительному сезону. Все готовы. Все оборудование проверено. Все отремонтировано. Ждем только команды запустить тепло. Тысячелетие Бреста стало определяющим этапом в развитии города. Благодаря плану, подписанному главой государства, в областном центре было возведено большое количество нужных объектов. Конечно же, в этом числе особое место занимает вторая очередь западного обхода. Не раз в своих материалах мы рассказывали о том, как возводился масштабный комплекс, как его торжественно открыл лично президент страны. Сегодня в нашей итоговой программе разговор пойдет о функциональности одной из крупнейших транспортных развязок области и страны. Долгое время шли обсуждения о том, как организовать движение по западному обходу, какой транспорт пустить по направлению. В итоге сегодня, кроме большегрузов, через мост перемещается большое количество автомобилистов, а также общественный транспорт. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая отправилась лично испытать новый маршрут. Как это было в следующем материале выпуска. Сегодня на вопрос, как добраться на Дубровку, люди на остановке общественного транспорта отвечают с улыбкой. Быстро и комфортно. Теперь транспорт в район ходит не через многочисленные переезды, а над ними, по западному обходу. Беспокоиться об опозданиях или длительных ожиданиях автобуса, или маршрутке уже не приходится. Поезд наши большегрузы эти очень долго стояли, опаздывали на работу. А сейчас прекрасно. Я, например, очень довольна. То есть вы быстрее стали добираться? Ой, очень быстро. Очень быстро. И автобус сейчас, и все маршруточки. Очень хорошо. Я довольна. Регулярное автобусное сообщение по западному обходу началось через неделю после запуска самого объекта. Специалисты автобусного парка занимались подсчетами, выбирали рациональный маршрут для перемещения каждого из движущихся в этом направлении автобусов. Раньше из-за длительного простоя водители общественного транспорта теряли большое количество времени. А иногда рейс даже срывался. Где-то 20% более 5 минут стояло, процента 3-4 более 10 минут стояло. Были такие случаи весной, там, по 40 минут стояли. То есть автобус за это время уже должен был второй рейс делать, он первый не мог доехать. Ну, сейчас, конечно, как только открыли, как только по мосту поехали, все это ушло. У нас сейчас от аэродромной до пресских дивизий в среднем 2-3 минутки автобус ездил. Раньше это было нереально. На 62 маршрутах работают сегодня водители автобусного парка. Из них около 10 в направлениях Речицы и Дубровка. Долго обсуждая организацию перемещения на этом участке, в итоге в администрации автопарка пришли к окончательному мнению разделить транспортные потоки. С Дубровки и с лейтенанта Рябцева все маршруты едут через мост. Это маршруты номер 15 А, Б, В, 21, 21, А, 21, Б, 38, 31. С Речицы наши маршруты остались под мостом. Девятка, двадцатка, двадцать второй, 44, 44, а под мостом. Говорить о востребованности западного обхода не приходится. Кроме автобусов ежедневно по маршруту ходят тысячи автомобилей. В часы пик эта цифра увеличивается в разы. Только в первую неделю эксплуатации западного обхода была подсчитана. Пропускная способность объекта – около 15 тысяч транспортных средств в сутки. Через маршрут сегодня ездит огромное количество больших грузов. Таким образом, они минуют центр города. В целом, эффект от эксплуатации нового комплекса уже есть. А дополнительные перспективы его использования время еще покажет. Анастасия Наздарин, Плотницкая, Павел Малышон, Акантон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Пока вчерашние школьники только начали осваиваться в стенах вузов, то у вчерашних выпускников этих же заведений больше месяца волнует совсем другое. Юноши и девушки уже активно приступили к своей работе, напрямую связанной с получаемой специальностью. Будущие инженеры, экономисты, воспитатели, педагоги, врачи и многие другие еще в августе сделали большой шаг, отправившись на место распределения. Сегодня, согласно Кодексу об образовании, все выпускники дневной бюджетной формы подлежат распределению. Важной задачей для нашего государства является хорошая подготовка студентов, а в будущем высококвалифицированных специалистов. Как прошла адаптация молодых людей на рабочих местах? Удалось ли им целиком и полностью влиться в профессию? И достаточно ли полученных знаний на практике? В сюжете Юлия Селюк. Когда детская мечта превратилась в любимую работу. Эта девушка о том, что станет учителем, знала еще с первого класса. А за 11 лет учебы желание не пропало. Скорее наоборот, только укрепилась. Ольга Данилюк – вчерашняя выпускница Брестского государственного университета имени Пушкина. Правда, сегодня молодого специалиста из Каменецкого района окружают все те же стены. Ольга Александровна в другом статусе осталась в родном вузе. Она преподаватель-стажер кафедры общей теоретической физики. Плоды практики на четвертом курсе в школе пригодились девушке. Она умеет держать дисциплину и сконцентрировать внимание на теме занятия. В конце года учебы я влюбилась в эти стены, в этот коллектив, который является сплоченным. На нашем факультете действительно все преподаватели, все студенты – это вот одна семья. У всех единая цель, общие традиции, обычаи, правила и обязанности друг перед другом. Мне это очень нравится. И, конечно, когда мне предложили остаться работать на своем же родном факультете, ну, выбор был очевиден, их приходится вести у тех ребят, с которыми общалась и до университета, до работы в университете. Но на удивление проблем нет, потому что они понимают, что здесь я их преподаватель, за стенами университета – это мои друзья. И, наверное, спасибо им за это большое, что они все-таки разграничивают это, и понимают, что и мне тяжело, в свою очередь. Библиотекарь – профессия романтичная, так считает молодой специалист Диана Зубрицкая. Девушка рассказывает, учеба в одном из минских университетов на факультете информационно-документных коммуникаций останется в памяти на долгие годы. Вот уже на протяжении двух месяцев она работает в филиале номер пять городской библиотечной системы. В ее обязанности входит обслуживание читателей, оформление фонда. Признается, ни капельки не разочаровалась, книги – ее все. В университете учиться было очень тяжело. Есть много стереотипов о нашей профессии, то, что мы читаем целый день, что работать легко – это совсем не так. При работе с читателями сталкиваешься со сложностями, потому что все люди разные. Кто-то приходит, чтобы получить свою дозу внимания, поговорить. Не всегда точно обозначается запрос, что человек хочет. Птицу видно по полету, а такого высококвалифицированного специалиста по первым шагам он уже заявил о себе. Речь идет о третьем герое нашего сюжета – молодом докторе-неврологе Николая Винели, который закончил Гродненский медицинский университет, а также прошел интернатуру на базе детской областной больницы. Профессия врача важная и ответственная, считает Николай Алексеевич. За полтора месяца работы он зарекомендовал себя как умный, целеустремленный и умеющий найти подход к каждому ребенку доктор. Кто уже познакомился с неврологом, знает. Такому специалисту, безусловно, можно доверять. Распределение проходило, смотрели на средний балл, спрашивали желания, куда я хочу, какой город, какую специальность. Я заранее знал, что хочу неврологию и желательно хотелось в Брест. Так меня выслушали, выслушали и, в принципе, все получилось, как я хотел. Для того, чтобы стать профессиональным неврологом и вообще в целом врачом, нужно быть ответственным, компетентным, постоянно пополнять свои знания, стремиться к лучшему и постоянно заботиться о пациенте, о его здоровье. Это грамотный, эрудированный, стремящийся к знаниям. Человек, который знает, что он выбрал эту профессию и эту специальность. У него очень хорошо получается контакт с родителями, у него очень хороший контакт с коллегами. Вы знаете, он не стесняется спрашивать, но вместе с тем его уровень подготовки достаточно высокий. Учитесь и совершенствуйтесь, не останавливайтесь на достигнутом. Первое рабочее место для каждого специалиста – хороший старт в профессиональном росте. А чем дальше, тем интереснее. Брестский академический театр драмы открыл новый творческий сезон. Каждый год это событие предваряет фестиваль «Белая вежа». С него-то и начинается новая страница в жизни большого коллектива. Целое лето артисты готовят для публики новые постановки, репетируют, подбирают костюмы. Премьерой нового творческого сезона стал спектакль «Мещанская свадьба» мотивом произведения достаточно непредсказуемого автора, сатирика в некотором роде, Бертольда Брехта. Нашему корреспонденту Анастасии Наздрин-Плотницкой удалось встретиться с артистами в закулисье генеральной репетиции, а также побывать на премьере уникального действа. Персонажи этой истории, они пытаются соответствовать какой-то моде, какому-то уровню, какому-то статусу. И это порождает массу каких-то нелепостей. Эти персонажи превращаются в каких-то таких, что ли, клоунов, которые живут чужой жизнью. И именно в этом, в парадоксе, в этой нелепости рождается комедия. На грани комедии, трагедии, абсурда, пропитанного гротеском образов, родился новый спектакль, говоря о котором его режиссер Игорь Казаков не раз подчеркивает. Это постановка о вечном. Существующие правила и обычаи из вещей сакральных переходят в разряд типичных ритуалов, непонятных и непринимаемых душой. Так случилось и со свадебными традициями в пьесе «Мещанская свадьба». Мы все немножко мещане, мы все чуть-чуть, чуть-чуть мещане. Все хотим чему-то соответствовать, какой-то моде. Именно как бы в этом несоответствии рождается проектовский конфликт. Это один из самых таких сложных жанров клоуна. Самый сложный жанр, потому что любой клоун, комик, когда перевоплощается, если он плачет, то у него искренние слезы, это он не наигрывает. То есть он проживает эту всю жизнь. То здесь, в данной концепции этого спектакля, свадьба. Премьерный показ в театре всегда собирает настоящий аншлаг. Не стал исключением и спектакль «Мещанская свадьба». Свободных мест в зале не было. Здесь развернулось масштабное действие с огромным количеством костюмов и реквизита. Особое внимание было уделено многофункциональной сцене, которая в процессе показа несколько раз изменяла свой внешний вид. Гости спектакля попадают на настоящую свадьбу с пиршесом, многочисленными гостями. А я хотел подарить им хорошие кровати, наследственные антикварные вещи массивные. Речь издали, что и как делать. Вот, другие люди, другие кровати, как говорил Фридж Рост. Кстати, оригинальный был человек. Постоянные разговоры о мебели, изрядно ломающиеся, словно шаблоны образов героев, когда под покровом внешней благопристойности скрывается эксцентричная карикатура на самого себя. Да, их манеры и привычки преувеличены, однако именно так. Через парадоксы и абсурд раскрываются настоящие людские пороки. Да, мне-то в чем-то очень приятно. Да, вот, краска дурма еще. Да, я не пожалел. Боже, что он отекал. Постановка «Мещанская свадьба» открыла очередной сезон, особенно знаковый для театра, который в октябре отмечает свое 75-летие. До конца календарного года артисты и администрации обещают удивить публику еще тремя новыми спектаклями. Тем, кто уже в предвкушении премьер, советуем запастись терпением и следить за афишами. Билеты на постановки появятся в касте совсем скоро. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдвард Букуноч, Антон Луговкин. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 22 сентября погоду города Бреста будет определять атмосферный фронт, смещающийся с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ветер западный с переходом на северный порывистый. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 12 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 16. 23 сентября Беларусь окажется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. Ветер северный. Днем с переходом на восточный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 13.